всем доброго времени суток с вами канал art money моя семья смотрите как он вырос сегодня шестой день они растут на 6 день смотрите уже мы их пока не срываем я буду ждать пока они вырастут прям такие вот большие большие и только тогда по штучке по 2 по 3 буду срывать вот кстати пошел позавчера еще я снимала не было ничего вот он пошел тут вот тоже появляется но осталось принципе 3 4 5 6 7 7 штучек осталось красиво зелененькие и так весну напоминает так хорошо так классно а тут у нас еще снег видео конечно выйдет с опозданием сейчас у меня накопилось очень 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 много видео очень много и из-за того что вы очень плохо смотрите практически не смотрите почему-то вот они выходят с огромнейшим опозданием возможно к тому времени пока она выйдет наверное у вас уже листочки появится на деревьях на нет не появится на снег сайте вот у нас тут еще его много вот и вчера мы готовили такие жирельные штучки сейчас просто на кухне дикая жара я тут готовила уже с утра и они начинают таять и естественно сахарная пудра на них тоже тает вот пригодилась но как раз сахарная пудра то которую мы с вами делали в этом в обзоре кофемолки посмотрите на кофемолку все быстренько буду убирать холодильник вот и я уже в принципе как тут у меня штатив готовил тут у зимы капуста броккли покажись 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 вон она видна под пленку положил чтобы она остыла вот да тут ягодка диме размораживается тут каша зиме уже каша горяча каши и конечно стиральные машины завтра мы едем к маме праздновать 8 марта и я заранее скорее с утра закидываю стирку чтобы все перестирать чтобы димочка был в чистеньком обязательно кашу я раскладывать имя по таким контейнером чтобы не потом не доставать целую кастрюлю вот сразу кладу маслица по небольшому кусочку с вами все это перемешаем вот потом этот контейнер сразу разогреваю либо разогреваю то есть кладу в тарелку и разогревая в тарелке по-разному потому что с утра с просонья доставать кастрюлю не очень удобно на тяжелую тяжеленная перемешиваем там он дальше творится это кстати рисового геркулесовая каша зима ее просто обожает очень любит с утра у меня прям суета 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 тут и стирка уже скоро будет заканчиваться и покушать я наконец-то успела хотя бы сейчас я уже буду диму кормить сейчас дима тоже скоро будет кушать с утра на меня покушал только смесь потому что у нас не было каши с вечером я не стал ее готовить с утра свеженькая будет вкуснее сейчас остынет димочка будет кушать я вот перебираю чесночок сейчас и это будет отдельный ролик на него отдельный будет ролик как все с ним делаю дальше как его там как и что короче с ним делать и будет отдельный ролик получился запах ароматный невозможно вот эти кашки мы закрываем и они будут у нас стоять остывать так же зимочки сюда мы сейчас добавим котлетку тут сейчас разрежу кусочки половиночку добавлю и котлетка это ёжик ёжик сейчас я это все перемешаю еще немножечко чуть-чуть вот это тут осталось половинка этому как раз на ужин как он кушает ты кушаешь сыночка что ты кушаешь твою любимую кашечку пуша да макушатом он тут дальше приезжает увы 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 ух увы ой ой увы увы пружу ее сначала увы 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 Ай-яй-яй, каша уже проплатила что-ли? Вокруг тебя надо стелить прям клеенки одни. Не отвлекайся, жуй давай, жуй, жуй. Оооо! Ха-ха-ха! Вышли мы на улицу, гуляем. У нас, наверное, ноль где-то. Даже не знаю, сколько снег здесь. Женя идет. Пахнет пирожными очень. Кто-то готовит пирожные, видимо, к празднику. Сугробы такие. Машины не видно даже. Дай я обгоню женьки. Ай, Дима без перчаток. Да, прям даже жарко мне становится. Даже жарко становится. Да, улыбается. Щечки какие. Какие щечки. А что у тебя тут? Волосы какие-то. Ой, какие-то волосы. Да какие. Ручки голенькие. Женька морщится. У нас с утра пасмурно. Солнышка нет. Сейчас мы идем на планету одежды. Я хочу посмотреть себе куртку весеннюю-осеннюю. Потому что я постоянно в кожу, и в кожу мне уже надоело. Хочется какое-то разнообразие. Она никак не изнашивается, не изнашивается. Уже устала от нее. Там еще перекресток. Кстати, перекрестки классные. Покупаешь, и там сразу зачисляется 4 рубля, 5 рублей, 6 рублей. И потом их можно обнулить. В следующей покупке, допустим, 305 рублей. У вас 5 рублей есть. Будет 300 рублей. Ровно. Давай, наверное, вы тут, может, походите. А я дойду до планеты одежды. А то вам все равно там что-то тяжело идти. Я так понимаю. Вот, а пятерочки по-другому. Пятерочки нужно накопить в 1000 баллов, по-моему. Из этой 1000, да, из этой 1000 баллов будет 100 рублей. 100, так. Да, это 100 рублей. Ну, короче, как-то так. Ну, вот у нас солнышко вышло. Ай, ветер, ветер. Купила я куртку, которую хотела, мечтала о которой так долго. Вот, купила еще платьюшко. Ну, не платьюшко, не знаю, как это называется, а лето. Тоже давно хотела. Солнышко у нас. Солнышко. Красиво. Женька идет. Солнышком сразу так хорошо стало. На 8 марта пойду на новые куртки уже. А то в этой уже жарко очень. Солнышко. Это тоже демосезонно. Те, а что ты солнышко, что ли, от него плачешь? Да, он такой. Что? Да? Ну, и что ты меня обогнал? Ну, перед шестой сначала ты зайди, в том где. Ну, тогда сумку тебе надо забрать. Ну, здрасте, куда мне ее? Ну, вот, пойдем, пошли. Положи там ее в ящик. Да ну да, чтобы ее устроить. Ну, попробуй в рюкзак мне заполкать так. Да. Что не спрашиваешь, что купила? Всегда спрашиваешь. Что купила? Куртку. Куртку? Да. Ну, что себе? Ну, сесть на нее, что ли, тебе думаешь? А может, мне? У тебя есть, вам. Кстати, на этой курке мне подсыпали. Да? Да. Зачем отсыпать? Ну, сносить ее как весеннюю, а потом как летнюю? Ну, как-то вообще можно затереть так куртки все. Ну, у меня еще пальто есть. Пальто с 2002 года носить будет он. Я помню, у меня была кожа какая-то. Это наши колеса что-то. Ну, кожа на тебя потерлась, потому что ты на плече носил. Не, потому что на плече носил эту сумку. Позже она отрется. Раздевайся. Купаться иди. Ныряй вон в сугроб. Скоро чувствуете, скоро купаться пойдет. Да. Через вон. В каком году ты скупался первый раз? Еще с ней, кстати, не успел. Не, я не купался. Разве? Не, в мае купаюсь я. В мае? Купаешься? А в этом году я последний раз купался с 20 сентября. А в апреле ты как-то раз купался? В отеле, по-моему, купался. Не-не-не, купался ты. Я помню, что ты хвастался всем. Я загорал в апреле, но не купал. Разве? Ну, если тепло, то можно. В апреле купался? Давай, ты придешь опять. Идем мы в фикс-крайс. Давай, что-то пойду. Вау, Димыча. Один глаз спрятался. Что такое у тебя? Варежка? Куда она одевается? На ручку. Правильно. Одевает, пытается, смотри. Смотри, смотри, пытается. А ты смотришь там, что ли? Пытается, пытается. Да что уж такое, скажи. Никак она не одевается у меня. Вот как папа одевается, смотри. Смотри, как тебе папа одевается. Вот и все. А, палец не хочет туда. Сорока-белобоко, да? Играешь? То же самое. Вот. Ай-яй-яй. Мама отошла. Ай-яй-яй. И солнышко зацветило. Тут у нас уже сделали такие. Ну, вот моя курточка, которую я купила. Купила я ее за две с половиной. А стоила она якобы четыре сто. Ну, вот кто умеет читать задом наперед. В принципе, вот она. Здесь отсужается. Мне сделали бантики. Сказали, что сделают бантики. Ну, что-то один бантик. Я рассчитывала на два бантика. Вот так вот. Ну, в принципе, ладно. Я могу дальше сама там доделать. Вот так вот. Здесь он держится даже сам. Тут вот карманы такие. Хорошие. Здесь прям телефон уместится. С одной стороны у меня телефон. С другой стороны ключи. Тут еще кармашки. Ну, в принципе, вот такие куртки примерно были в мое детство. Только были вот эти вот большие карманы, как бы квадратные. И не боком вот это вот было, а сверху. Вот так вот как бы. Вот изначально я хотела такую, но такую я не нашла. Хотела именно этого горчичного цвета. Цвет детской неожиданности. Вот именно его. Я не знаю, почему там не зеленый, не черный, не темно-синий. Мне что-то они не нравятся. А именно вот это вот мне нравится. Вот здесь вот еще за моими волосами есть мех. Ну, не знаю даже. Не знаю, хочу его отстегнуть. Не знаю, буду его отстегивать или нет. Вот так же здесь вот тоже есть. Сейчас поприже подойдем. Здесь тоже вот есть мех. А мне сказали, что она якобы зимняя. Я ее потрогала и говорю, точно зимняя, вы уверены? Он говорит, да, да, зимняя, зимняя. Я сразу вспомнила, что у меня там дома есть куртка. Здесь вот с этой стороны хотя бы вот есть мех чуть-чуть. То другая куртка у меня есть, там даже меха нет. И она считалась зимняя. И я вспомнила, как мама меня зимой заставляла в ней ходить. Поскольку она зимняя, была очень дорогая. Вот, как бы покупали, когда я рассчитывала, что мы покупаем на весну. А мама сказала, нет, раз мы купили зимнюю, она была гораздо тоньше вот этой. Ну, хотя нет, может быть такая же, но вот без этого меха. Просто там что-то, какая-то якобы подкладка. Супер-пупер. Вот, я помню, как я зимой в ней очень сильно мерзла. Было очень холодно. Я ей говорила, мам, мне холодно. Она говорит, ничего страшного, она же зимняя вроде и все. Вот. И как-то я зимой, наверное, пару раз, наверное, 4-5, наверное, где-то так, да. Я в ней выходила. Потом просто отказалась. Говорю, нет. Вот здесь молния идет. Тут вот застежка. Застежка, кстати, очень важна, что она вот есть. Потому что одна куртка у меня была зимняя. У меня молния сломалась. И осталась эта застежка. Они где-то вот так шли, так, вот так, так. Где-то тут, тут и тут. И я просто застегивала на одну застежку и так ходила. И очень, кстати, удобно пробегаешь. Помню, я пробегала на учебу. Так вот куртку шик, разматывала. И она прям по этим клепочкам тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук и расстегивалась. И все. И вообще прям было супер. Вот. Сзади, показать не могу. Вот она, в принципе, видно. Она здесь, поскольку стянута вот тут вот, то сзади тоже стянута. очень красиво сейчас еще немножко снег не знаю на свой март может быть я пойду в ней может быть нет но пока еще в шапке наверное я пойду потому что равно еще холодно пока лежит снег я хожу в шапке всегда а там капюшон кстати да здесь есть бросил бутылочку можно спрятаться и все мех какой-то самый вообще обыкновенный натуральный конечно же ну с волосами длинными конечно шикарно просто смотрится да а вот наш что такое упала ты смесь попил и как всегда бросил ее да и бросил ее как всегда лохматый с улицы пришел лохматый какой сильный посмотрите уже стал я не буду тебе мешать у тебя начинается сон дать вообще пришли время уже пять часов зимочка сейчас будет спать до спатьеньки ляжет дима да а мама пойдет кушать так вот наши покупочки здесь у меня творог где-то 400 грамм блин я ужасно захотела творога давно уже хочу творог зашли фермерский магазин вроде меня уверили что он свежий якобы все в порядке не знаю я думала на рынке купить творог но на рынке не было опять молочки вот вроде предпраздничный день я думала сегодня уже будет наверное будут продавать завтра на скорее всего не знаю даже вот все вместе так за килограмм где-то наверное 175 рублей стоило все вместе у меня вышло 160 вот тут какая-то штучка какой-то по-моему апельсиновый крем свекровь уже покупала такую по-моему такую нам понравился сейчас мы попробуем 5 мая ой март господи что-то такое оранжевое хотя может быть кстати чё-то другое здесь наверняка да вкусный творог творог да прям он такой смотрите гладенький но в принципе это можно сделать самим также творог и даже взять натуральный апельсин потому что тут не скорее всего краситель наверное со вкусом апельсина потому что не заметно еще с воздухом вон наложено хотя довольно много не помню сколько она стоила за килограмм там что-то дорого было за килограмм вот такая штучка наверное не знаю даже на сколько она вышла на вкусно такая больше на пасту напоминает хорошо бы намазать куда-нибудь вот я буду есть завтра наверно творог 9 процентов и делаю такие вот конфеточки цветочки вот с сухофруктами тут у меня новенькие а их было шесть я две уже съела они просто безумно вкусные и даже то что тут мало начинки это даже вкуснее много шоколада вот только сейчас это поняла здесь я сделала много начинки сейчас они отправятся у меня в холодильник в морозильник здесь чуть-чуть остался что-нибудь потом придумаем сделаю вот и тут одна партия вот на подоконнике лежит у меня здесь у меня шоколад начинка грецкого ореха и тоже пробные эти курага половинки не поместились по-моему вот это вот маленькие квадратики курага а тут грецкий орех моя семья грецкий орех больше любит но я решила еще сделать с курагой и вот те экспериментальные вот одна то есть у меня две партии такие получаются вот одна вторая в морозилке сейчас вот скоро я буду вынимать и вот там вот здесь у меня лучок наш смотрите как он уже подрос я по-моему вчера тоже снимала вот уже тут вот отошла шелуха вот он там сама снимает решил ее вместе с вами снять тут еще пока ничего нету попозже наверное будет вот этот вот смотрите он уже тянется к солнышку его кстати можно перевернуть потому что я хочу чтобы они были ровненькие как раз я приеду после завтра он будет ровненький у меня там тоже вырос там уже второй вот лезет маленький тут уже прям такие пучки только вот что-то вот тут они как раз наверное съедим вот эти и пойдут следующие не знаю бывает такое я вспоминаю то что не вылез лук например не вылез она просто сгнила и все бывает такое обидно конечно тратишь ведь деньги покупаешь а в итоге не вылезет ничего не знаю с чем это связано здесь вот а у нее вон есть уже корешочек у нее есть корешочек значит скоро вылезет ой пахнет там надо им воду менять вот мои баночки кстати мне очень понравилось в экспрессе покупала мне вот это вот очень понравилось какая-то она такая не знаю особенная вот это не знаю подумал взяла понравится когда-нибудь что-то не знаю хочу туда надо конец и как для специи у меня нет столько много специи все вместе мешочки несколько пачек складывать туда потом вынимать не знаю даже тоже может быть может быть делать я думаю чеснок я насушила дело на меня вот мне чесночок вот целая вот такая у меня получилась и вот половинка пара ложек я маме отдала могут зачем не веру салатик вот добавить например скоро начнутся салатики такого получилась цвета не белого такого светленького вот если вы хотите белым тогда надо чтобы он был сушился на самой маленькой температуре вот если потемнее хотите то побольше температуру он такой поджарится немножечко очень кстати он вкусный вот такой ядреный вот еще хочу лук посушить не знаю вот после праздников будем буду сушить это пока готовлюсь разламывается тут у него черненькая вот постирала еще сегодня до сверху кстати они не очень красивые но их нужно переворачивать другой стороной потому что шоколад он не секет тоненькой строчкой он густой довольно